Портрет нашего коллеги Владислава Листьева сегодня на фасаде Останкина. Тот самый, всем знакомый, очки, веселый прищур, стильно завязанный галстук. Его всегда и все звали просто Влад и зовут до сих пор. 20 лет спустя после его убийства, так и не раскрытого. 20 лет, которые показали его идеи, наполнили это здание, дали жизнь огромному количеству проектов. И он бесконечно придумывал, каким будет то, что родится на обломках центрального телевидения. Мой коллега Алексей Изотов поговорил с теми, кто был рядом с Владом, с теми, кто помнит, как все начиналось и как он умел найти энергию для самого главного, первого импульса новой телевизионной жизни. Убийство Владислава Листьева потрясло. И сегодня все разговоры в народе только об этой трагедии. Именно этот кадр, неподвижный и страшный, на всю жизнь отпечатался в памяти у всех, кто смотрел телевизор 2 марта 95-го, на следующий день после того, как убили Влада Листьева, самого искреннего человека на телеэкране и самого преданного друга. У меня, наверное, в жизни два таких события, когда мама умерла и вот когда Владика убили. Было страшно и больно. Не хотелось в это верить. Я сел в машину, как только позвонили, а дальше просто какой-то большой, большой и долгий туман. Был такой щирка или розыгрыш, бред какой-то. Почему этот солнечный человек с экрана мог кому-то помешать? Потом появилось ощущение, что сколько он мог бы всего сделать. Не хочется мне это вспоминать. Нет, давайте лучше про другое. Молодежная программа «Взгляд» ведут журналисты Дмитрий Захаров, Владислав Листьев. Ну и Александр Любимов. Это было впервые на советском телевидении, чтобы ведущие говорили от своего имени. И свободно, не по сценарию. Но именно Владу Листьеву было комфортнее даже не в студии, а среди людей. Их проблемы судеб. Он мгновенно понимал, кто есть кто, у кого какое настроение, кому поднести микрофон, а кому лучше не подходить. Скажите, а вам будут давать отгулы за демонстрацию? Нет. Вот кто, например, работает в первую смену, он может пойти на демонстрацию, и он не будет работать. Ему дали задание, 89-й год, сделать репортаж к женскому дню о самых тяжелых профессиях. Он поехал на какой-то завод, который делал то ли мыло, то ли клей, ну что это такое. И подходит к тетенькам. А тетеньки такие абсолютно советские, очень скованные. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Надя. Надя, а кем вы работаете здесь? За грузчицей. И она расцветает просто, эта тетка, которая вот долбает эту вот кость. Превращается в нормальную женщину, и она видит, что ее этот костяной труд человеку очевидно интересен. А вот что вы сейчас делаете? Котел набиваю. Чем? Палкой набивной. Влад был с ними дружбой. Вот, вот, как говорят, ШП, аж свой парень, понимаете? Свой парень с одного двора с ними разговаривал. Все. И на это люди клевали. Но вся лавина народной любви обрушилась на Листьева лишь после того, как редакция взгляда распалась, а ему предложили вести развлекательную программу. Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Капитал-шоу. Поле чудес». В стране, где многие годы все азартное было под запретом, а в магазинах нечего купить, именно «Поле чудес» и ее ведущий точно совпали со временем. А зритель, особенно тогда, очень сильно хотел, вы не поверите, просто утешения в эти тяжелые времена, в эти чудовищные, там, экономические, политические, социальные передряги. Он хотел вот такой Владовской улыбки, он хотел Владовского понимания, Владовского свечения на экране, да, и хорошего настроения. Кто сказал «Крокодил»? Покажите, пожалуйста, крупным планом оператора, который делает подсказки. Вот, пожалуйста. Это неправильно. Листьев провел всего 44 выпуска и отдал самую популярную программу другому ведущему, но в последний раз появился у барабана 1 апреля 1994-го, в День смеха. Мы нашли талантливого малого, хороший молодой мальчик с очень хорошим, острым мозгом, с журналистским образованием. Это Владислав Листьев. Он говорит, давай день рождения твоего устроим какой-нибудь. Я говорю, у меня день рождения 31 июля. Он говорит, ну давай что-нибудь придумаем. Я говорю, давай 70-летие мы отметим. Он говорит, нет, 70-летие не поверь, это 60-летие. Давай, давай. Ну что делать на пенсию, так на пенсию, до конца, до конца. Прошло 20 лет и в сущности абсолютно спрессованное время. Все произошло, как вчера. В этом маленьком кабинете на 11 этаже телецентра Останкино, довольно далеко от всех студий, последние годы жизни работал Влад Листьев. И эта дверь почти всегда была открыта. Ну, в этом кабинете сейчас не все-то совсем как было при Владе. Влад сидел за этим столом. Он почти всегда был с сигаретой в руках. Напротив него был маленький стол, где сидела его секретарша. Он завален был всяким бумагами, разговаривал по телефону. И тут же, увидев тебя проходящим в коридоре, звал к нему посесть и обсудить какие-то свежие телевизионные новости или проекты. У Влада была очень тяжелая биография. У него очень непросто складывалось все в жизни. Очень тяжело. Возможно, что вот это определенным образом как-то отпечатало его внутреннее содержание. У него было содержание. То есть там было что посмотреть и что почитать. А вы не попадали ни разу в больницу от Каракурта? От Каракурта нет. Ну, я вам желаю вообще никогда в больницу не попадать, тем более в нашу. Был совершенно уникальный случай, когда у него умер ребенок. И в этот день он выходил в эфир. Должен делать репортаж про детей. Современный центр акушерства. С режиссером даже обсуждали, а что если он не сможет просто. В чем будем делать? Он вышел в эфир с улыбкой и отлично провел. Такая работа. Сотни тысяч людей сейчас сидящих у телевизора вас ненавидят. Потому что они не умеют пить, они не могут остановиться. То, что у него было на интуитивном уровне, это какие темы обсуждать и кого приглашать. То есть он четко понимал время, да, он четко знал, какая история может взбудоражить общественность. Можно начинать? По громкой дайте, пожалуйста, команду. Можем начинать. Аплодисменты, прошу, господа. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, сегодня с вами, как всегда, в эфире программа «Тема». Из полутора часов записи зрители видели только эти 40 минут. Но вот чудом сохранившиеся рабочие материалы. Владислав Листьев, уже ведущий программы «Тема», по сути, первого ток-шоу на нашем ТВ, виртуозно разряжает обстановку в студии. Кстати, а вы не знаете, кто-нибудь из сумасшедших косит подал Лу Пугачёву? Ещё спроси, сколько мне лет. Хорошо. Ну, это такая лёгкая разминка, чтобы настроение было хорошее. Тётеньки, дорогие, я женщина. Да. Выписывайте Листьева Владислава Николаевна. Вам скажут. И что мне скажут? Вам скажут. Обратитесь к психиатру. Владислава, пойдите к психиатру. Он отмахивался, когда его подкалывали за яркие подтяжки, как у Ларри Кинга. Вы ничего не понимаете. И общался в прямом эфире почти каждый день с гостями так, словно они его самые близкие друзья. И миллионы телевизоров включались только ради его обаяния и непосредственности. Любой другой человек в этом формате был бы слабой пародией на оригинал. А Влад делал этот формат другим. С силой своего таланта, обаяния, ума. Существует здесь в голове, в документах, которые, может быть, у вас хранятся, компромант на ныне действующих политиков. Сведения, которые могли бы скомпрометировать. Вы знаете, я знаю, что все время ищут на меня компромант, чтобы не пропустить Горбачева на том или ином этапе. Вы гениальный человек, Микол Сергеевич. Да, я... Я вам задал вопрос, ответьте, есть или нет. Посмотрите его подачу, его взгляд. Многие из этих студентов факультета журналистики МГУ, который когда-то окончил и Влад Листьев, родились уже после его смерти. Но учатся, как надо жить в кадре, а не именно у Листьева. На записях его программ и на таланте всегда смотреть на мир изумленными глазами. То, о чем мы сегодня говорим, абсолютно точно подтверждает истину. Главное, что ты оставляешь после себя. Разговариваю с ним. Спрашиваю мнение и придумываю, чтобы он ответил мне на это. Потому что, в принципе, он для меня сидит в этом кабинете, покуривает и насмешливо смотрит через стекла своих больших очков. Алексей Зотов, Ольга Паутова, Илья Марьин, Роман Хроленко, Юлия Заграничного и Анастасия Берестенко. Воскресное время. Первый канал.